Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Посмотрите, какая у нас замечательная погода. Всю ночь лил дождь, ветрище было. А мы же с Ларисой договорились поехать сегодня покупать ткань. Ей, видимо, тоже надо на платье. В общем, вместе мы хотели поехать на улицу Свердловскую в огромный-огромный магазин мегаткани. Но утром я где-то в 9 сегодня проснулась. Легла в 4. Проснулась в 9. Смотрю, ветроган. Дождь льет, как из ведра. Смотрите, какие лужи. Представляете? Ну и я Ларисе сделала отбой. Говорю, Лорик, сегодня не получится. Тем более проверила о мегаткани. Вот большой магазин. Он в воскресенье не работает. У него выходной. Я говорю, давай я завтра под тебя подстроюсь. После работы она будет. И встретимся. И поедем вместе в этот магазин. На то мы порешили. А сегодня мы с Олей направляемся к маме. Она приготовила там этот витаминный салат. Ждет уже. В общем, сегодня у нас будут душевные посиделки с родными. А я что-то... Я же вчера хотела забежать в кафе. Я и забежала в кафе. Хотела купить плов. Но плова там уже не оказалось. Потому что это был вечер. Его быстро разбирают вообще. Думаю, ладно. На другой день перенесу. И вот сегодня день этот. Понятное дело, у мамы будет что поесть. Но мне хочется, чтобы они попробовали этот плов. Он правда очень вкусный. В общем, я взяла контейнер. Сейчас ветер. Сейчас куплю этот плов. И к маме. Оля уже ждет. Мы с ней договорились встретиться. Все. Увидимся. Забежала я в эту столовую. Смотрите, как здесь все аккуратненько. Салатики. Вот так стоят. Цены хочу вам показать. Ну, вот 69, 53. Вот этот 12 витаминный из капусты с перчиком, с укропом. Ну, вот в общем, цены, смотрите. Я хочу вам показать, как выглядит лук. Ну, тут его мало. Но я думаю, мне сейчас принесут. Видите, сколько? Вот такие вот овощи написаны на гриле. Ну, не знаю, на гриле или нет, но очень вкусные. И картошечка вот такая. Хорошая. Все свеженькая. Все, я уже отдала контейнер. Но вот здесь 4 порции не будет. Поэтому девушка пошла на кухню. Смотрите, какой он классный. И принесет мне сейчас. Это вот здесь котлеты всевозможные. Грудинки, отбивные. Выпечка. Не-не-не, суда не надо. Смотрите, что делают ленивые дамочки. Вот лук взяла. 4 порции, 197 рублей. И 15 бинов. Вообще. Когда гости на пороге, бегом 200 рублей. И вы готовы к приему гостей. Салатик покрошили и все. Смотрите, какие тучи ходят. А эту он не взяла. Если что, пережду у мамы. Блины не планировала покупать. Но что-то мне подсказало, что они нужны. Они такие вкусные. И заморачиваться не надо с выпечкой. Кто-то сказал, что в Красноярске нет народу. Я сейчас ждала самый свободный автобус. Просто битком идет набитый автобус. Я часто сошусь. Пустые автобусы. Поэтому вам показываю. И у меня конечная остановка в Северном. Поэтому и автобусы троллейбусы такие пустые. Кладбище Бодолык. Это свободный автобус. Мест свободных нет. Но тем не менее люди не толкаются. А для этого я пропустила два автобуса. У них не хотелось. Следующая остановка. Древняя Бодолык. Ну и представляете. Если я сажусь, допустим, в автобусе. Уважаемый пассажир, будьте внимательны и осторожны при входе в автобус и выходе. И начинаю снимать людей. Не всем же это нравится. Поэтому я стараюсь включать видеокадр. Когда народу нет. Чтобы никого не раздражать. От меня до мамы на автобусе ехать примерно минут 10. Ну и если где-то постоим. Допустим, если сильно загружена трасса. Хотя эта трасса не бывает загружена. Она как-то всегда пустая. В 10-15 минут, не больше. То есть автобус включится быстро. Особенно, когда проезжаем развилки или как-то. Новую дорогу построили. Она такая, знаете, крутая. Кольцо. И там автобусы просто мчатся. Это настоящий квест. Держаться над твоими руками. Оттого и глядишь, что вылетишь. С сиденья. Держатся, даже текущие сидят. Мне сейчас надо это включить за 7 и держаться двумя руками. Сейчас подъезжаю. На конечной остановке Оля меня что-то уже. Олю сейчас я вам покажу. Следующая остановка, 4-й микрорайон. Тут где-то бассейн. Тут следующая остановка, по-моему, там вот за домом мама ходит в бассейн. Записалась, с подружкой ходит. Сегодня уже сгоняла бассейн. Мне звонит. Все, я уже дома приезжать. Молодец. Купальник приобрела. Что тут такой рыночек небольшой? Цветы продают. Овощи, фрукты. Одежки всякие. Смотрите, какие цветы датчики продают. Сейчас будем уходить. Рябины, смотрите, красота. Сколько рябин у нас в городе. Оля, как англичанка. Давай, мы обнимемся. Вылетает такая из автобуса. Где Оля? Покажите мне Олю. Поднимите мне ветер. Покажите мне Олю. Оля, опять подстриглась? Да. Молодец, хорошо. Аккуратненько. Где подстригалась? Там же. Там же? Ты сегодня по-английски? Да. Давай, аутфит твой покажем. Стиль, правда, пакеты. Спрячешься. Да. Хорошо, Оля, молодец. Клечатые штанишки и туфель. Ну, правда, английский стиль и цвет твой. А опыт какая удобная. Какие удобные. Вообще очень хорошие. Это те, что мы... А, это ты отдельно покупала. Это да, это я в мире сумок. А, в мире сумок. Сколько стоит? Это пять тысяч. Ну, нормально. Нормально. Боже, аккуратная. Ручная работа. Смотрите, какая точка надвигается. Фонтан работает. Прохладненько сегодня, хорошо. Нет такой... Уже никто не купается. Ну да. Духоты нет. Классно. Вообще красота. А, такой вот фонтанчик. Ребятишки голубей кормят. Какая тут... Парк. Ну, ребятишки, наверное, и оставили. Носится. Вон они. Так, решили мороженки купить. Оля говорит, я куплю. Сейчас. Выберем. А, вот тут, да? Вон там, с той стороны. Так, что у нас тут? Бананчик, смотрите, какой бананчик. Даймешь шоколад. А банка? Он советский мне нравится. В пергаменте. Давай его. Где? А, вон вверху. Вот этот. Вот этот. Берег. Давай. Три мороженых советских в пергаменте. Ух ты, какие классные. Фломбирки? Советские. Советские фломбирки. Вкуснющие. Что творится? Какая-то наливочка. Мамуль, привет. Вот это стол. Какой красивый стол. Привет. Давай обнимемся. Ждала. А я? Ждала. Ага. Все, сейчас будем болтать, пировать, смеяться. Мама, мороженое. О, у мамы перестановка. Она это дело любит. Да. О, у нее двухкомнат. Наши девчонки в саду хвалят. Хорошо, спасибо. Мам, у тебя теперь двухкомнатная квартира. Да, да. Спальня и зал. Ну, как рысь. И странная. Ну, как вы. Двухкомнатная квартира. Отлично. Смотри-ка. Ну, раз говорят, что мало тут мне места. Вот. Теперь немало, да? Да. Теперь отлично. Ой, мама, а что у тебя так сильно открыт балкон? Котик-то опять сиганет. Мам, так он, ты что, через такую дырку-то он туда сиганет запросто? Смотри, как сильно. Да, он отрыл лапами, значит, я вот такую ел. Да, у тебя легко открывается, и он, видимо, это... Нам пока не щелкнешь. Ну, хочешь летать? Да, он, видимо, один раз летал, и уже знает, что нельзя. Ага, а наоборот. Ой, что у мамы тут творится? Съездила на дачу. Кому-то. Съездила на дачу. А это у мамы пленка. Вот у мамы. Короче, тут у нее сладца. О-о-о. Это ты уже наготовила, да? Да. Мама, а тут зимой не замерзнет? Нет. Нет, варенье не замерзает. А что там потекло, мам? А это не потекло, это с прошлого года что-то. Что-то потекло, но с прошлого года. А не потекло, это с прошлого года. Но я мыла, мыла и не могла там ничего сделать. А, понятно. Потемнело просто. Покажу вам свой аутфит. На мне розовая блуза. Паховая зона закрыта. Проверена. И с высоты птичьего полета, и с высоты бегающей собаки. Все проверено, ничего нет, не видно. Да, с высоты ползающего ужа не проверила еще. Ну, закрыто все, да? Ничего не видно. Вот так сзади подлиннее, впереди покороче. Джинстики на мне голубенькие, узкие. И сегодня надела из розового кварца украшение. А, кстати, смотри, у меня маникюр даже как розовый, голубой. Объединяет. Да, розовый, голубый. Я даже не ожидала. Почему не мои украшения? Потому что я купила розовый кварц. Обалденные бусины. Вот просто обалденные, витые такие, как фасолинки, но витые. Я сделала для Светланы украшения уже из них. И у меня остались, я сделаю для себя. Ну, когда будет время. Очень хочу сделать украшения из розового кварца. Люблю розовый кварц. И обязательно сделаю. Вот сюда бы он подошел. Вот сюда бы. Картошечка-то с грибочками, с лисичками. Оля, дай-ка я сниму тебя. Вот у Оли. У меня в английском стиле мои любимые брючки, с которыми я никогда не расстанусь. Хорошенькие, они тебе идут. Футболочка даже с Биг Беном. Ну, прямо ангелийский стиль, да. Котик мой, котик. Ой, скажет, напали на меня долго, вас не было отдыхал. Приперлись на мою беду. Нет, он наоборот ластится. Ну-ка, мама, покажи картошечку. Ой, с грибочками. Ой, как я хочу картошечки с грибочками. Тё, Слёдик, ты тоже хочешь картошечки с грибочками? Тё, не хочет, смотри, не хочет. Не хочет сниматься. Он хочет один сниматься, втроём не хочет. Иди, мам, сюда, втроём. Бебезянки. Бебезянки. Ну, я говорю, решила сделать праздник вам. Так мне захотелось. Ну, пошла. Вчера, думаю, куплю то, то, то для салата. Вроде всё купила. Прихожу домой, ё-моё, да я же морковку не купила. Побежала на рынок, подошла к женщине, там, ну, которая на рынке частница. Говорю, сколько стоит ваша морковочка? Она говорит, ну, четыре штучки таких небольших лежат. Там зелёная попка у них уже, у этих морковок, и там маленько червячком. Она говорит, пятьдесят рублей. Я так думаю, я в деревне бесплатно тачками раздавала, а тут пятьдесят рублей. Ну, ладно, не буду я их брать. Пошла дальше. Захожу сам в этот павильончик. Сколько морковочка стоит там, где в ряду слева? Шестьдесят рублей килограмм. Ещё дороже. Пойду ещё дальше. Пошла по этому павильончику дальше. Там, где вот арбузы, там сливы, всё-всё-всё девушки торгуют. Такие приятные девушки. Я говорю, девочки милые, сколько у вас морковочка стоит? Они говорят, тридцать девять рублей. Я говорю, четыре штучки мне. Ну, выбрала там, какие мне надо было. Двадцать девять рублей. Ну, вот. Это, мам, это вот ты ходила, выбирала подешевле, потому что у тебя денег нет? Или потому что есть можно? Потому что я учиться городской жизни хочу. Да, из-за чего-то было сколько. Я раздавала тачками кабачки, всё от меня увозили помидоры ведрами. Бесплатно отдавала. Но тут думаю, надо как-то пенсию-то придерживать, не шиковать. Но это совсем не потому, что у мамы денег нет. Вы сейчас подумаете, что как-то с голоду там помирает? Нет, нет. У мамы есть деньги. Ну, любой из вас, если морковка хорошая, стоит тридцать девять рублей, из червоточин, из зелёной попкой, стоит пятьдесят рублей. Вы какую выберете? Да. Я выберу за тридцать девять. Потом пришла, значит, домой, но уже натерла свёклу, натерла это. Ё-моё, так я же сыр не купила. Пошла в магазин, продавщица уже меня там, видимо, знает. Ну, ко мне все как-то, все вот эти. Я всегда прихожу, что-нибудь там ляпну, они улыбаются, меня уже знают. Она заулыбалась сразу, я говорю, девочки милые, дурная голова ногам покоя не даёт. Вот сыр забыла купить, они опять заулыбались. Ну, вот так вот пошла, в общем, купила, всё сделала. И поставила. Не знаю, как уж получилось. Красиво так украсила. Вот этот витаминный салатик. Мама пока делала его, постройнела килограммов на пять. Сбегала сначала за морковкой, потом за сыром. В общем, бегала, бегала. Груздочки, Лена, смотри, и картошечка с лисичками, и груздочки. Груздочки и бычки там. А это вот пловик, который я купила. Он ещё тёплый, я его купила прям горячий. А хлеб какой, смотри, оранжевый аж. Наверное, куркумы добавили туда. И малинка. И сахар. И сальцо. А сало какое красивое. Боже мой. Сливочка. Так, вот это поставить куда? А, ещё. Это слива. Мам, потом. Потом, мам, давай потом. Ну всё, приятного нам аппетита. Нам сейчас будет очень вкусно. Смотрите, за голубем наблюдает. Рыжик наш. Ты за голубем охотишься, да? Да? Ты охотник, что ли? За голубочком охотишься. Вон они там ходят. Тебе интересно, да? Ты отсюда и нырнул один раз уже. Теперь ты умненький. Теперь ты умненький. Вон голуби черёмуху едят. Клюют. Смотрите, какая чёрная черёмуха. У мамы тут под окном. Такой яркий стал. Бабушке в деревне. Он был такой персиковый. Сейчас прямо рыженький такой. Рыженький. Рыжик наш. Маленький ушки. Ещё в деревне отморозил они у него. Теперь кругленький. Кругленький по девкам бегал зимой. Да? Да? Да. Сладенький. Я голубой купала. Да, видно, что он такой прямо шёлковый. Шёлковый котик. У него специальное полотенце. Голубочки тебя интересуют, да? Ты мой сладенький такой. Ой, так вот. Ой. Вот он носом-то и отодвигал, потому что он за голубями здесь охотится. Он носом. А потом он ещё, если носом не может, он становился на лапы и лапами прямо двумя. Ну, он же сообразительный. Он же сообразительный, да? Соображаловка работает. Ты мой сладенький. Ты мой сладенький. Хорошенький котик. Ох, как же он тебя волнует, голубочек этот, да? В деревне-то ты хорошо за ними охотился. Да? Охотничек. Сало сегодня стащил со стола охотник. Охотился, да? Такой же мама ему отрезала, положила в тарелочку, не стал есть, а со стола стянул. Вот. И съел. Ах ты, маленький. Всё у нас, чаепитие. Зелёный чаёк с имбирём. Мама, что это такое? Черёмуха тёртая. Ух ты, наверное, вкусно. Это Неля угостила. Она сначала крутила, потом через сито мелкое протирала. Говорит, руки аж... Ой, как вкусно и, правда, как нежно. Булочку бы ещё. Да. У нас же блины есть. Масляные блины. Они, Валя, в микроволновке. Блинчики ещё сейчас будем есть. Надерут вафли ещё. Маслица. Вафли-то обязательно нам надо. Так, помню. Как без вафли? Ой, чай с имбирём. Он прям пахнет имбирём. Зелёный чаёк. Горячий. Это чё-то знакомое. Батончик какой-то. Мама, откуда эти батончики у тебя? Это я в магазине вам взяла. Сколько не доели мы, сколько не допили мы. Все на свете, сенечки, друзья. В дом чужой входили мы только через форточку. Корешок мы, сенечка и я. В дом чужой ходили мы только через форточку. Корешок мы, сенечка и я. Ну, всё, мы нагостились. Маме спасибо. Спасибо, мамуль. Иди обнимай. Обнимашечки будем. Молодцы, что пришли мои золотые. Хорошо, что я рядом с вами теперь. Мам, не жалеешь, что из деревни уехала? О, господи. А то люди говорят, что мы тебя в конуру поселили. Нет. Такая конура бы мне пораньше. Я бы рада была. Ну, мам, всему своё время. Просто как-то до меня не доходило ещё это. И до нас не доходило ведь. Да. Уже бы давно справили. Спасибо. Потихонечку. Я счастлива. Пусть там кто говорит, что говорит. Мне это не волнует. И вас пусть не волнует. Иди сюда, мам. А на этом всё. Надеюсь, вам было интересно. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok